против Хасима Рахмана, который состоялся 6 ноября 1999 года в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки. Ну а помогут вам его увидеть я Юрий Нестеренко и Владимир Гендлин. Приветствую вас, Владимир. Приветствую всех. Вообще, если придерживаться вот такого постулата, который, кстати, я вот у себя в России придерживался, не важно, когда бой состоялся, важно, каким он был, какого качества был. Я думаю, что мы доставим немало удовольствия украинским зрителям, любителям бокса, потому что в наших планах есть, в общем, показ наиболее интересных моментов в истории мирового бокса за последние годы. Ставки были против Олега Москаева, по-моему, что-то 11 к 1, вот так, помнится мне. Как видите, не очень приветливо встречает Олега на ринге, потому что болельщиков Рахмана в Атлантик-Сити тогда было полным-полно. А знаете, в Атлантик-Сити от Нью-Йорка ехать пару часов на машине. У Москаева, понятно, были сторонники из русскоязычной общины, в основном с Брайтон-Бич, но Рахман тысячи своих поклонников привел на этот матч. Ну а сегодня мы транслируем этот боксерский поединок благодаря торговой марке Немиров, которая с радостью приветствует любителей бокса и, конечно же, своих почитателей. Десяти-раундовый бой. Это не чемпионский бой, и не даже какой-нибудь липовый титул, там интерконтинентальный или там региональный. Просто 10 раундов в тяжелом весе. Можно сказать еще, что оба боксера принадлежат клубу Цедрика Кушнера. Ну, в общем, это не клуб. Они входили тогда в серию его знаменитого Heavyweight Explosion, взрыв тяжеловеса. Почему еще не принимали в расчет Олега Моска? Все знали, что Олег уже, что называется, на излете. Ему 30 лет. У него очень тяжелая карьера профессиональная, которая не отличалась какими-то громкими победами. Правда, два нокаута, которые он устроил в Москве. Первый раз Алексу Стюарту, а второй раз Караджу Чабалалу. Причем Чабалалу он нокаутировал, проведя тяжеленный бой, и нокаутировал со сломанными ребрами. Три ребра были сломаны. Кроме того, все понимали, что Олег не очень координированный боксер. У него нет скорости. Но у него было то, что, в общем, чем не может похвататься, пожалуй, ни один тяж сейчас. Олег мог выложиться на 101%. Он мог прыгнуть выше головы. Такова его воля, его жесточайший характер. Он очень, в психологическом плане, очень прочный боец. И, кроме того, он всегда стремится к обострению в бою. Всегда. И вот эта храбрость его, настойчивость, бульдожия хватка, она, в общем, ставит тупик более классных бойцов. Ну и плюс, добавьте к этому, тяжесть в кулаке. Кстати, Рахман, понятное дело, ничем в этом компоненте Олегу Москаеву не уступает. Это боксер очень жесткий, с пушечной совершенно плюхой, извините за жаргонное выражение. Очень жесткий боксер. И он, в общем, не столько привык боксировать, сколько нокаутировать. Его задача поставить правильно ноги, упереться в кул и выстрелить. И, как правило, мы знаем, послужной список Рахмана, почти все бои кончались нокаут. И вот первый раунд заканчивается. Видите, Олег поставил Рахмана в положение, когда тот должен, вынужден пятиться, а от Рахмана в основном все бегают. Вот это уже было необычным в начале этого боя. Генеральный техничный партнер трансляции и открытое акционерное товариство «Укртелеком». Тренер подметил сейчас очень важный момент в действиях Рахмана. Он требует от него больше скорости. А Маскаев, который навязал ему такую бомбежку, жесткий силовой бокс, заставил Рахмана принять эту игру. А вы знаете, что очень трудно перестроиться, если вы зарядились на определенный стиль ведения боя. Если он такой силовой, то скорость падает. Каждый стремится остановиться, ударить жестко. Быстроты нет. Такой стиль сейчас выгоден Маскаеву. Главное не пропустить. Интересно, что многие аналитики после первого раунда поняли, что дело пахнет неприятностями для тех, кто предсказывал быструю победу Рахману. Рахман обычно быстренько устраивался на выгодной позиции. Он, что называется, ввел свою жертву, выстраивал свою дистанцию, откуда ему удобно было доставать. Он мог расчистить путь для мощного удара правой обманными движениями левой. Кроме того, и джеб у него очень жесткий. Он мог посадить и джебом на пол противника. И тут вдруг, откуда ни возьмись, вместо бокса ему навязывают драку. Абсолютно нехарактерный момент для белого боксера, кстати сказать. Последите, насколько медленнее Олег, чем Рахман. Но именно из-за того, что он навязывает ему вот эту драку, этот жесткий стиль, обмен с силовыми ударами, заряженными, что называется, Рахман, он скорость Рахмана нивелировал, снизил ее до своей собственной скорости и шансы уравнял. Я помню, что когда-то в журнале Ринг оценивались шансы современных тяжеловесов, сильные или слабые стороны, в общем, оценивались. Москва довольно пренебрежительно там оценили в плане качеств, я имею в виду, боксерских. И это было справедливо. Все прекрасно понимали, что это храбрый, опасный, жесткий тяж, но у него нет качества, чтобы быть чемпионом. Он медленный, он немножко механический в своих движениях, как они говорят, нет свободы в движениях. И кроме того, вы знаете, что на американском ринге 80% защиты от защиты туловища. Поэтому белые бойцы, которые пришли с европейской школой, они проигрывают американцам. Они берут все на себя или оттягиваются назад. Американцы уклоняются из стороны в сторону, они подсаживаются под противника, им удобнее так действовать. И кроме того, вся техника настроена именно на эту манеру боя. Но вот Маскаев взял и поставил точно в такую же позицию Рахмана. Рахман стоит таким же столбиком, также механистичен, также заряжен на удар. И тут вопрос, так сказать, кто кого. То есть получается, во втором раунде установки своего тренера Рахману выполнить не удалось. Да, он не смог этого сделать, я думаю, из-за того, что Олег не дал. Снова и снова говорят, спид, спид, скорость, скорость. Рахману, сможем ли он, сможет ли он поменять свою манеру? Публику, конечно, приводила в восторг мощь ударов с обеих сторон. Такой грохот стоял в зале, как будто вообще в деревенской кузне находились. Такие удары с обеих рук вообще, что один, что другой. Причем, Маскаев, обратите внимание, идет на обострение. Для публики это настолько необычно. Я уже говорил о том, что Рахману просто боялись. И, кстати, не зря последний бой с Леноксом Льюисом подтвердил, что вообще основанием были побаиваться этого бойца. При этом те, кто действительно тонко понимает, чувствует бокс, разбирается в этом, высоко оценили действия Маскаева еще и потому, что этот человек вышел на ринг против сильнейшего контендера после двух тяжелых нокаутов. Знаете, тот, кто оказался разок на полу, уже, в общем, остерегается боя на встречных курсах. остерегается рисковать. Олег никогда не боялся риска. Ну, нужно еще, вы, наверное, подметили, что фаворитом в этом бою Рахман был и с точки зрения телевидения, потому что камера-то брала всегда в перерывах Рахмана. третий раунд кончается, и Рахман пока что никак не может изменить свою манеру. Я думаю, это, прежде всего, психология, потому что он настолько привык, что от него пятятся, что ему хочется вот именно в данном эпизоде переломить бой, наказать противника. Вот он и заряжен на такую жесткую работу. В конце этого раунда всем показалось, что Рахман наконец-то взял бразды проблемы в свои руки. Боб Джексон, тренер Олега Маскаева. Боб крутой, очень такой жесткий тренер, но невероятно лояльный своему боксеру. Вся жизнь сейчас, по крайней мере, вот тогда, когда я встречался с ними, в последний раз, вся жизнь Боба Джексон была в Москае. Боб сорвал голос уже, выкрикивая. Больше всего он, выкрикивая командой, больше всего он опасался, что Рахман поймает Москаеву на встречном движении, что нельзя идти с опущенными руками на скалу, как он сказал. Ну, действительно, Рок доказал, что с ним шутки плохи за всю свою карьеру. Интересно, что Маскаев не отдает пространство. Редко-редко, когда он идет назад, но вовлеченный в силовой размен Рахман тоже устает в эпизоде и часто не успевает догнать отходящего Москаеву. Если бы Рахман не был так самоуверен в этом бою, не испытывал бы такого Рахман Рахман Рахман